друзья мои всем приветик сегодня мы с вами порисуем цветочки мальвы походила я у нас здесь посмотрела цветы хотела с натуры что-то свое сфотографировать но они у нас в полях здесь растут такие лысенькие какие-то невзрачные все в основном желтенькие в общем не очень и пришлось обращаться к интернету нашла я фотографию такую вот симпатичная такая фотография будет видно не будет вот такие вот цветочки здесь я уже в программке разлинила сеточку нанесла то есть кому интересно какая программка пишите в комментариях я скину название для телефона и будем не именно такие да там приблизительно что-то такое с вами напишем это тоже попросила валентина написать мальвы вот мы сегодня их и сделаем возможно даже мы их будем в два приема с просушкой писать то есть будет видео одна часть и потом вторая уже после просушки мы прорисуем по красочкам белила титановые лимонная охра желтая краплак розовый прочный фиолетово-розовый хинокридон это у меня красочка такая вот от малевич голубая пастельная но она очень схожа с королевской голубой можно в принципе голубую фц тоже разбилить в принципе не принципиально это нам для фона надо для зелени мне захотелось взять окись хрома можно взять какую-нибудь умбру натуральную тоже мне нравится в сочетании с желтенькими такая приятная не ядовитая зелень получается более естественная ну для затемнения каких-то вот таких моментов вот для фона возможно понадобится нам невозможно а понадобится индиго можно в принципе попробовать и черненькая у кого нет индиго кисточка вот такая у меня синтетика небольшая сейчас я размечу наш рисуночек в баночке у меня разбавитель намешанный мной лично здесь и лак до марны и white спирит то есть что-то такое в принципе можете любым да на любом писать но этот разбавитель он быстрее выветривается и как бы работа наша быстрее подсохнет чтобы продолжить уже дальше писать так и вот для фона сейчас я возьму наверное голубеньким я начну намечать так жиденько жиденько разделю тоже наш холстик так вот слегка не обязательно прям проводить какие-то прям очень четкие линии главное чтобы вам эта сеточка была видна для чего это надо для того чтобы как бы нам разместить для наши цветочки чтобы они у нас все вместились на четыре части пополам до видим как проще пополам и половинки еще пополам также и по горизонтали вот примерно размечаем чуть-чуть поярче сделаю чтоб вам видно было здесь примерно так же не обязательно там под линейку это все вычерчивать то есть приблизительно как-то вот так вот намечаем вот таким образом у нас получилась сеточка и сейчас вот я буду смотреть да где у меня здесь что какой цветочек куда попадает вот я вижу здесь у меня почти по центру до такой большой цветочек кисточку я протираю окунаю в разбавитель и возьму я розовый краплак и этим цветом тоже жиденько очень смотрю и размечаю то есть вот я вижу у меня цветочек здесь намечайте их изначально немножко меньше чем они будут у вас потом в конечном до результате потому что мы будем еще уточнять увеличивать и поэтому то есть делаем немножко меньше то есть вот таким каким-нибудь овальчиком таким вот не совсем ровным я намечаю где-то вот здесь у меня тоже такой крупненький цветочек если немножко там вот где-то не прям как на съемки да на расчерченная вот у вас получается то есть как вы не заморачивайтесь у нас нет задачи сделать какую-то прям точную копию так вот здесь где-то там выглядывает такой тоже красивый бутончик моего наметим вот здесь тоже мне нравится такой не распустившийся бутончик выглядывает то есть намечаем сейчас основные какие-то формы где у нас будут цветы чтобы нам закрывать фон и как бы мы видели да понимали где голубой не надо наносить так здесь вот небольшой цветочек там где-то за ним что-то выглядывает вдалеке там тоже туда повернут цветочек здесь его пересекать будет бутончик то есть эти так вот легонечко-легонечко схематично так дальше здесь от этого цветочка пойдет вот так вот сама вот это вот стебелек здесь еще будет такой яркий красивый цветочек небольшой полузакрытый здесь на стебельке будет много много всяких разных там не распустившийся бутончиков здесь тоже там цветочек выглядывает вот здесь тоже у меня есть вода видите кусочек виден да на фотографии как вот засняли и его я не буду рисовать в этом смысла нет то есть что-то убираем что-то добавляем привносим свое так ну здесь стебелек он у нас пойдет вот так как-то не совсем ровный окно вот тут такой полу раскрытый либо завявший цветочек я вот уже не буду рисовать здесь вот сюда покажу зелененькая часть будет это вот не раскрывшийся бутончик так где-то на заднем плане там за стебельком тоже какая-то масса цветочков покажем их вот так вот пятнышками вот так дальше вот здесь у нас тоже есть стебелек как там у нас вот так пойдет и на него мы сейчас розовая убегает куда-то убегает здесь мы тоже так еще один вот тут у нас будет примерно сюда крупненький цветочек у нас здесь пойдет потом где-то там бог смотрит цветочек здесь цветочек перекрывать им стебелек местами так здесь частично вот этим вот перекрыт вот этим вот так вот рядом с ним тут еще один перекрывает и этот стебелек там сзади какие-то тоже цветочки нижний этот бутон я не буду рисовать так здесь тоже такой зелененькая часть здесь такой вот еще не распустившийся ну и здесь на стебельках там будут вот эти вот бутончики бутончики это все потом так сюда еще я добавлю вот здесь у меня есть такие боком цветочки вот так как они боком мы их примерно так и рисуем как овальные да как вот видим их боком вот таким образом вот мы накидали эти пятна теперь я возьму кисточку побольше возьму вот такую вот синтетику и сейчас мы сделаем с вами фон я возьму вот эту голубенькую возьму белилок побольше сначала делаю такой светлый светлый оттеночек и вот эту часть вот здесь вот таким вот образом можно пока не обращать даже на вот этот стебелек внимание светленько светленько так вот закрываем здесь уголок такой вот яркий светлый вот даже это розовинка подмешивается старайтесь писать тонким слоем на данном этапе где-то вот сюда пускай у нас пойдет вот так светленький дальше этот же оттеночек только мы еще сюда добавим индиго такой уже грязноватый получается оттенок вот мы им заполняем дальше но учитываем то что сильно не темним сверху у нас будет работа более светлая к низу пойдет эти же оттеночки только уже с добавлением меньшего количества белил и такие вот будут более темные периодически окунаю разбавитель чтобы красочка ложилась в тонким слоем убегает 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 мастихина нет под рукой приходится пальцами работать держать как так заполняем здесь где-то делаем больше голубого где-то больше индиго чтобы разные были оттеночки края можно больше уходить в индиго чтобы как бы центр до такого внимания у нас шло сюда здесь вот крупные цветы и то есть чтобы все внимание шло на них где-то больше возьму голубой но тоже такое пятнышками где-то возможно можно добавить больше белилок внизу потемнее такими штришками как бы заполняем где-то вот больше пятнышка пускай светлая будет в этом же темном да какие-то просветы более светлые где-то даже в зеленый влезла я где попадается из кисточки выдавливает это ничего страшного периодически меняя где-то вот видите замес где-то более темных где-то более светлым таким вот образом заполняю все вот эти вот места где у нас фон внизу больше индиго не забывайте как бы штрихом заполняем фон в разных направлениях делаем штрихи ну и чередуем где-то более голубой где-то более преобладает индиго ну и чередуем уголочки добавлю еще больше индика чтоб такие вот прям темненькие окунаю периодически в разбавитель где-то вот сделаю такие разделения здесь можно чуть чуть больше голубой повыше да не самый низ то есть нужно добавить побольше голубой даже здесь можно пятнышек разбили руками что-то а вот таким образом заполняем закрываем наш холстик так здесь посыпаем немножко этот уголок тоже затем чуть-чуть уголок края это можно затемнять смело вот таким образом закрыли мы с вами пятна где у нас непосредственно идет фон кисточку протираем и сейчас вот можно взять какую-нибудь сухую кисточку мягенькую желательно вот у меня есть такая она щетинка но она мягкая и и теперь вот легу легонечко легонечко в разных направлениях мы пригладим слегка этот фон как бы крестообразными движениями у нас дождик пошел красота вот так вот аккуратненько аккуратненько легонечко легонечко как бы все вот эти штришочки да мы так тем самым вот делаем такое вот они уже не такие четкие резкие да вот как здесь смотрите раз легонечко я объединяю где-то вот захожу я на цветы как бы ну я стараюсь сделать красивый фон то есть ничего страшного если вы заходите на цветочки легким-легким движением такой он получается фон воздушный мягенький то есть смотрите чтобы вам нравилось да как бы как у вас получается может у вас есть какие-то свои приемчики для того чтобы ну так смешать делайте так как бы не принципиально я вот мне нравится так вот объединять как бы крестообразными движениями плюс тем самым где у нас была какая-то такая прям пастозность до густота хотя мы пишем то в принципе тоненьким слоем мог где-то все равно краска ложится больше где-то меньше вот тем самым мы можно вот так вот горизонтально к примеру еще пройти то есть мы тем самым убираем вот эту вот лишнюю красочку делаем ее более однородной мягкой слой тоненький вот такое вот интересное состояние у нас с вами получилось дальше теперь прорисуем сами цветочки я беру опять эту кисточку которая намечала тоже синтетика и возьму-ка я розовенький сейчас если она маленькая будет я возьму побольше кисточку и тоже тоненьким слоем не надо слишком толстым смотрите вот этот цветочек к примеру да она у него серединка желтенькая поэтому ну примерно там серединку не трогаем а вот как бы сам цветочек как-нибудь вот так вот то есть лепестки все помню что они у нас движутся к центру то есть вот таким вот образом жиденько-тоненько я его буду заштриховать полупрозрачненько можно где-то пускай выходят не одинаково не просто кружочком до шариком то есть делаем форму более интересную серединки пока не трогаю вот какие-нибудь вот так закругление можно сделать попадает сюда немножко фон видите вот голубенький подмешался как бы это красиво хорошо будет у нас объединенная работа то есть не просто отдельный цветок да как бы цвета фона присутствует в цветочке это тоже очень красиво дальше следующий вот этот цветочек смотрите у него серединка где-то вот здесь будет вот процарапала то есть у нас здесь будут большие лепесточки да как бы они небольшие они то все одинаковые просто они так развернуты что они будут казаться большими а вот здесь немножечко и опять-таки не полностью как бы немножко не доходим до серединки чтобы потом другой цветик туда положить штри шучки сейчас на палитре покажу смотрите примерно так я делаю то есть раз 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 вот что то такое только более близко друг другу как бы натираем втираем и где-то вот выхожу больше где-то меньше вот видите таким вот образом чтобы было красивенько дальше вот здесь у нас мы уже видим покороче его вот туда он уходит сюда можно чуть-чуть даже вот хинокридон чека фиолетово-розового добавить так как там будет тень от вот этого цветочка сюда вот можно чуть-чуть проложить вот так чтобы они отделялись никаких пока белилок не используем вот где-то более жидко они получаются более светлые где-то более плотно краска они получаются более темные цветы тоже очень интересного смотрите как красивый эффект получился подтек дальше вот этот цветочек здесь он почти на нас смотрит но не будем делать ее прям по серединке да сделаем чуть выше как бы он у нас наверх смотрят где-то там листочки теряются за этим до прячется то есть не полностью видны вот какой-нибудь вот такой дальше вот здесь тоже такой интересный полу раскрытый бутончик здесь тоже можно оттенить более плотно и более темным хинокридон чекам дальше какой мы сделаем вот здесь масса цветов которая у нас там она за стебельком будет то есть там там прям вот мы ее наметим они там светлые очень-очень светленькие так это у нас темный будет бутончик вот здесь я масса такая я их намечу вот прям жидко-жидко разбавлю такими вот их там даже толком и не видно естественно они все к нам спинкой повернут серединок там нет просто такие вот пятнышки розовенькие даже хорошо если они у вас смешаются вот так с фоном нам не надо чтобы они были прям на переднем плане так как они у нас там за этими да то есть и особо им внимание не надо уделять чтобы у нас была плановость до что-то там за ними да то есть за основными цветами а что-то на переднем плане дальше фиолетово-розовый хинокридон вот с розовеньким вот здесь у нас такой не раскрывшийся бутончик и вот этим цветом я смело захожу на вот эти опять-таки показывая плановость вот это то что он у нас впереди а сзади дальше вот еще таким же ярким цветом вот здесь у меня такой не раскрывшийся цветочек вот как-то так намечаю его мы потом когда будем прорисовывать мы покажем вот эти вот он заворот лепесточка все это то есть что они у нас вовнутрь до смотрят то есть серединку тоже особо мы там не видим так как листочки и и лепестки закрывают дальше опять делаю пожиже и вот здесь кусочек цветочка серединка у него где-то вот здесь пусть мы его не полностью видим видите да насколько красочка у меня жиденькая то есть она прямо течет течет вот так закрыли и вот здесь тоже цветочек такой вот он полупрозрачный светленький опять-таки он как и вот эти где-то там сзади вот смешиваем его с фоном и уводим на дальний план вот так то есть чтобы понимать данном где у нас чего дальше вот эта группа цветов розовый с фиолетовым вот здесь у нас такой вот он поярче серединка вот здесь захожу вот на эти дальние опять-таки чтобы видно было плановость эту ну и помним да как я всегда объясняю что в живописи и в природе то есть не забываем про эффект заслонения то есть одно заслоняет другое то есть про это не забывайте это как раз таки будет красивенько это будет правильно так как у нас что-то заслоняет всегда собой один объект заслоняет собой другой так вот тоже цветочек серединка у нас вот здесь какие-то ну то есть кому надо я скину если хотите reference в описании под видео и то есть там уже можете сами просматривать да какие-то моменты но тоже я много из фотографии да вот много деталей буду убирать потому как нам не обязательно передать прям фотографично все наша задача состоит в другом нам надо написать красиво картину а некоторые детали они просто не нужны так вот там тоже у нас такой вот кусочек полупрозрачный смешиваю с фоном он на дальнем плане но тоже ему дело какой-нибудь пятнышко чтоб красивый кран у него был такого что-нибудь интересное дальше розовый с хинокридон чекам вот здесь у нас тоже цветочек более яркий и более светленькие вот здесь вверху могут интересненько форму создаем то есть вы должны понять что процессовое рисование им надо наслаждаться то есть а если вы будете начнете перерисовывать один в один каждый цветочек изгиб лепесточка все это как бы скурпулез надо выводить ну это будет в тягость это не будет в кайф да скажем так а будет в тягость то есть я смотрю ну примерно да где у меня какие цветы какой больше какой меньше и приблизительно до какой у меня на переднем плане какой у меня более там вот на дальнем плане вот это смотрю а остальное в принципе я делаю как вот мне нравится как пошла рука так вот она и пошла бутончик так ну и вот здесь тоже светленькие сейчас мы их заполним вот видите я не используя белила у меня цветы где-то темнее где-то светлее все это зависит от того сколько вы разбавителя добавили то есть чем у вас больше разбавителя тем получается пигмента меньше ну и собственно он получается полупрозрачный если вы более пастозно берете краску ну то есть жидко но краски больше дачи разбавителя то есть они уже цветы становятся более плотный цвет более темный скажем так то есть вот этим контролируем так вот здесь у нас тоже уголочек бутончика как-нибудь так то есть не спешите хвататься за белила так вот здесь у нас более такой вот цветок как-нибудь так вот ну и здесь уже там вот те которые на дальнем плане здесь тоже чего-то боком мы видим их но они уже этот не на дальнем плане этот у нас здесь есть так вот здесь тоже вот здесь тоже вот здесь тоже вот этим почти такой подкрашенная водичкой там пятно на дальнем плане где-то какие-то такие вот пятнышки чуть-чуть остается фон ничего страшного вот видите где-то у меня как такая подсказочка да чтобы она не сливалась то есть это ничего страшного так там бутончик это потом мы еще будем с вами прорисовывать когда это так даже можно оставлять чтобы не потерять да где чего то есть то есть такое разделение как бы скажем так так ну вот наметили мы с вами розовенькой кисточку я промываю хорошенько сейчас мы с вами сделаем серединке я возьму вот к лимонную где-нибудь вот здесь замешаем лимонную белилки такой вот светлый цвет добавим охрочки и вот здесь серединку таким вот цветом где вот они у нас есть где-то больше охрочки добавляем такими вот можно неоднородными их наношу я как бы теми же крестообразными движениями только более коротенькими так вот здесь у нас более темный больше охры даже можно вот так чистой пятнышек поставить вот здесь очень темный даже берем зелененькие зеленцы сюда так охра с белилками вот сюда зелененького по краям тоже видите не полностью еще закрываю дальше вот здесь прям темная темная серединка охра потом зелененький немножко здесь тоже зелененького по краю охра с зелененьким вот в светлых местах то есть если цветочек у нас в тени то есть там и зелень да будет и серединка темнее если у нас на свету то уже смотрим что делаем и зелененький и желтенький посветлее вот таким образом здесь у нас тоже такой довольно таки он отвернут цветочек серединка в тени такой вот охриста зелененький цвет и немножко вот где то вот здесь с краю будут такие вот более светлые моменты дальше охриста зелененьким вот здесь охра с зелененьким вот тут бутончик вот этот делаем охра с зеленым и чуть-чуть вот индиго можно добавить вот этот бутончик он там в тени зелененький такой потемнее и вот кисточку протираю либо можно пальчиком взять и вот прямо вот поперемешивать вот эти вот оттенки зеленый желтый розовый прям вот я Если вы нанесли совсем-совсем чуть-чуть красочки, вот у вас оно все хорошенечко перемешается. Если толстым слоем, под пальчиком будет все это дело, естественно, скользить. То есть наносите тонким слоем. Вот здесь. Тоже сначала темные, перемешаю вместе с красным, пускай он в красный заходит. Пальчик протерла, теперь вот такая, видите, дымчатая серединка получается. Можете это сделать и кисточкой, если кому не хочется вымазывать пальчики. Вот таким вот образом. Пальчик тоже периодически протирайте. Вот так можно на лепестки тянуть в разные стороны. Вот как серединка у нас идет. Так, ухорочка чуть-чуть добавить. Так, дальше вот этим цветом. Вот здесь серединку намечу. Ох, раз желтенький. Здесь не сильно темная она. Ну, куда где, все равно. Вот для живописности добавляем зелененького. Вот таким образом. Дальше вот здесь у нас еще бутончик такой красивый. Я возьму прям вот окись хрома с лимонкой. Но, чтобы он сильно кричащий не был, я добавлю охры. И вот здесь. Вот таким вот образом добавляем. Вот, в принципе, у нас уже как бы такие вот основные оттеночки нанесены. Да, холстик уже как бы перекрыт. Теперь можно немножко поработать со стволиками. Так, лимонки, белилки. Здесь поярче. Здесь вот хочется добавить более светлых оттеночков. Смотрите еще. У них еще, я что там вижу, вот где лепесточки разделяются. У них вот так вот, вот эти серединки как бы на листочки заходят. Красочки очень-очень мало. Чтобы она вот не жирным куском таким вот снималась, да, на холст. А вот, как вот я говорю, да, вот остатки краски. Вот можете даже взять, нанести, протереть. И вот этим вот, видите, оно рисует еще. Этого достаточно. То есть минимум-минимум красочки. И вот этими мазочками, как бы, мы тоже можем показать, куда у нас, собственно, сами вот... Ох, дождик у нас поливает. Листочки, куда они у нас повернуты, да. Вот изгиб их, то есть, тоже неровные их рисуем, да. Вот раз вверх, вниз, там, в сторону, вправо, влево. Ну вот, волнистые такие, как бы загибаем, да. Вот как листочек у нас загибается. То есть, легкими движениями, не надо там... И вот сейчас я не смотрю даже на референс. То есть мне, как бы, я уже вижу свою работу. Так, лимонки, белилки, охран. Я вижу свои цветочки, да, и, как бы, понимаю, где я хочу их разделить. Собственно... Вот таким образом... Здесь тоже он у нас такой, не совсем в тени этот цветочек, поэтому мы его чуть-чуть поярче сделаем. Чуть-чуть зеленцы сюда вот так вот подхлопнуть можно. Желтенького. Пересветлять тоже сильно не надо, так как у них там еще тычиночки, вот такие, довольно-таки светленькие. И вот я смотрю сейчас, что вот здесь у меня пока очень светло. Вот, чтобы у нас потом эту тычинку было видно, то есть. Дальше, друзья мои. Теперь смотрим уже более внимательно на рисуночек. И сейчас нам нужно... Они у нас, эти цветочки, как колокольчики, да, и у них, соответственно, серединка более темненькая. Кисточку эту же промываю. Более темная, и поэтому я вот возьму хинокридончик. Нам нужно посмотреть, где на работе у нас серединки темнее, да, где в тень они попадают, где светлее. То есть, ну, начнем с этого же основного, да, нашего цветочка. И вот я вижу вот здесь верхние листочки, они от серединки уходят вот так вот тенюшечка идет. Вот я нанесла ее, и пальчиком можно вот сюда вот ее за краешек берем и как бы растягиваем. Вот таким образом. То есть, показывая изгиб. Дальше. Вот на этих лепесточках уже легонечко-легонечко касаюсь. Уже поменьше. То есть, если здесь подлиннее мазочек, здесь чуть-чуть покороче. То есть, я смотрю на референс, да, то есть, я не с головы это беру. Вот здесь этот лепесток тоже более длинные мазочки. Вот можно бочком где-то кисточки. Вот такие вот прожилочки, да, вот эти вот намечать. Сюда у нас идет уже вот сюда поворот. То есть, покороче. Прям такие покороче, покороче мазочки. И вот около серединки вот этой желтенькой, вот такие коротенькие полосатики оставляем. Вот так вот. Это первый наш цветочек. Дальше. Вот этот еще более такой темный. То есть, уже разбавителя беру поменьше. Красочки чуть-чуть погуще. Мы его и наметили, тогда потемнее. Даже вот, видите, добавлю, наверное, индиго даже чуть-чуть. Вот, чтобы он такой прям вишневенький получился оттеночек. Вот так вот. Не надо черный делать, но чтобы он потемнее был. Вот здесь. Дальше здесь у нас вот сюда идет лепесточек. То есть, вот как он изгибается, так вот движение кисточки у меня и идет. Так, вот там темнота. И здесь вот сюда идет листочек. Дальше. Таким же темненьким вот здесь у нас цветочек. Серединка довольно-таки такая темненькая. Где-то можно в эту желтенькую серединку заходить вот так аккуратненько, чтобы она как рваная получалась. Вот. Вот таким образом. Дальше просто фиолетовенький беру. Фиолетово-розовый хинокридончик. Вот здесь у нас. Вот таким образом. Здесь сюда. То есть, смотрите по своей работе. Если у вас не хватает, допустим, да, вот я беру фиолетово-розовый хинокридон, так как у меня здесь светлый цветок довольно-таки, да, получился. Если у вас получился он потемнее, то есть, ну, добавьте чуть-чуть, затемните его индига. Вот таким образом сделали. Дальше. Даже краплачком, наверное, розовым я сделаю вот здесь. Вот так у меня этот листочек повернут. Вот лепесточек. Так, не тот вот этим. Этот вот здесь. Затемнен. Не от самой серединки, с этого края. А здесь вот от серединки. Вот таким образом. Дальше. Вот здесь сделаю с белилками чуть-чуть розового. Покажу вот здесь в серединке более светлые моменты. И немножко там вот проглядывается какая-то желтиночка. Вот пока вот так поставлю как бы пятнышек таких. Ну вот, чтобы не четкие такие они были. Вот, как бы, сглажу их мягенько. Вот так. Вот такой вот цветочек. Дальше. Фиолетово-розовый. Вот здесь у нас тоже. Так, мне здесь бликует не совсем видно этот край. Ну вот, как-то вот так вот. Чуть-чуть возьму разбавителя. И легонечко, легонечко, вот. Вот таким образом. Дальше. На этих цветочках тоже, вот они хоть и боком, но вот где-то здесь сверху он, да, там падает свет на него. Он у нас более светлый. Книзу более темный. То есть вот тут краешка я. Вот так вот ему. Где листочек один на другой заходит, тоже может быть темнота. Так, дальше у нас вот этот, здесь бутончик, да. Так, он перекрывает у нас. Вот здесь чуть-чуть не так сделала. Вот так вот он будет. Дальше розовенький тоже. Снизу, видите, потемнее. Потом пошел посветлее. И зелененькая, вот эта вот его штучка. Зеленый, лимонка и охра. То есть такая вот коробочка. Вот так вот, кругленькая, да. Потом она вот так этот бутончик обнимает. Вот такая. Краску сильно не перемешивала, поэтому вот посмотрите, видите, где-то больше зеленый, где-то больше лимонка, где-то больше охра. Так, и вот так, оп, ножичка. Вот таким образом. Дальше хинокридончик, чуть-чуть белилок. Вот этот дальний, там чуть-чуть его намечу с белилками. Кисточка, видите, индиго была. Вот такой красивый оттенок получился. Не ярко-розовый, а такой вот грязноватый. И вот так, вот так, вот так сюда потянули. Краешек можно чуть-чуть вот так вот смахнуть, чтобы он не четкий был. Уходил как бы туда, назад. Также вот эти вот проделываем белилки с розовеньким. И вот тоже их там покажем более четко. Вернее, более ярко, но ярко, в меру ярко. Вот и краешек чуть-чуть вот так вот пройдусь, смягчу. Белилки розовые. Какие-то там такие вот пятнышки. Можно так даже просто поцарапать, поцарапать. Вот там что-то какое-то. Пятно где-то ярче, где-то бледнее, да, такие вот с белилами. Вот это тоже на разбавителе, чтобы жиденько он был. Не сильно нам он яркий тут нужен. Соответственно, то, что дальше у нас, оно менее яркое, менее пастозное, то есть менее прорисованное. Вот так вот, да, скажем. Можно только лишь вот какими-то такими пятнами, намеками дать, что там тоже на них где-то есть и свет, и тень, да. То есть, ну, никакой такой прям конкретной детализации. Вот нанесли, да, и кисть протерли, так смахнули, смахнули, показали, вот это вот, что там, какие-то там тоже что-то такое есть. Ну, и плюс это поинтереснее, это живописно так. Дальше опять белилки розовый, вот этот вот дальний. Но он не совсем у нас далеко, как бы он вот здесь выглядывает. Снизу он у нас тоже чуть-чуть потемнее, вот так. И кисть протерла, и вот так смягчаю его. Дальше вот этот тоже. Протерла тисточку, и вот так вот его. Хинокридончиком можно вот тут их, эти два разделить между собой. Ну, что-то типа таких вот цветочков там у нас получается. Белилки, если добавляете, добавляйте по чуть-чуть, аккуратненько. И вот легкими-легкими такими вот движениями, как бы создавая такую полосатость, я показываю, что у меня там вот их много-много этих лепесточков. Дальше вот темненьким тоже можно где-то здесь вот так вот добавить намеков на... Какие-то там прожилки, ну, тоже так легонечко и воздушненько. Особенно вот где-то здесь, в глубине, да, в тени, где один цветочек закрывает другой, там вот хорошенько так можно сделать. Дальше. Двигаемся дальше, прорабатываем каждый цветочек. Белилки розовый, вот этот. Так, вот здесь тоже. Дальше вот розовый с белилками и индиго. Сюда вот такой фиолетоватый оттенок, как бы грязноватый, фиолетоватый. Вот этот цветочек дальний у нас будет больше розового. Розового, потемнее вот таким вот цветом, он там в тени. Где-то там такой вот цветочек. И фиолетовым вот тоже где-то оттеняем. А вот этот вот, который бутончик, нам нужно его макушечку наоборот, вот так вот светленьким высветлить и как бы вывести сюда. Видите, даже вот так можно по краюшку прям раз и такой блячок света проложить. Где-то в серединке можно немножко. Нижний вот здесь. Подсветить лепесточек слегка. Вот так. Дальше белилки розовый. Разбавитель, чтобы кисточка хорошенечко бегала. А вот этот у нас там цветочек. На дальнем плане он тоже такой светленький. И вот сюда можно пальчиком протянуть. Такой вот он светленький, светленький. Вот здесь. Да, мы еще этот, этот не сделали. Так, берем розовенький с фиолетовеньким. Вот здесь от серединки. Начинаем показывать эти прожилки. То есть, когда вы рисуете, даже сами рисуете, просто смотрите внимательно. Обращайте внимание на все вот эти детальки. Это не магия, это просто наблюдательность. Это ваше внимание. Вот здесь поворот показываем. Да, видите, как я, какими движениями, бачком кисточки, показываю направление у вот этих лепесточков. То есть, здесь вот теневая на этот лепесток. То есть, если внимательно смотреть, то все получится. Вот, и уже этими, да, полосочками мы видим, что он уже не на нас смотрит, а как бы... Так вот здесь чуть-чуть в желтенький я заведу. Вот таким образом. Дальше вот этот боковой цветочек. Он тоже такой красивый. Здесь вот так вот он посветлее. Где-то еще вот белилок. И вот полностью вот темно-розовый его перекрывать не надо. Это как раз таки будут вот эти вот теневые, да, как бы разделение листочков, прожилочки вот эти всякие. Свет, тень. Все это. Дальше вот тоже вот этот бутончик каким-нибудь... Так, мы его пустим сюда вперед. Макушечку подсветим. А вот снизу можно каким-нибудь вот розовый с индиго. Такой вот каким-то фиолетоватым. Можно взять фиолетовый... Фиолетово-розовый хинокридон. Вот так вот поярче. Вот таким образом. Так, и... Вот так вот уголочки ему сделать. Вот таким образом. Зелененький и индиго. Вот эту зеленушечку. Потемнее. Поконтрастнее, покрасочнее. Так, и вот этот у нас еще остался цветочек. Мы его сейчас прорисуем. Так, я возьму для его серединки фиолетово-розовый хинокридон. Индиго. Вот такой цвет. И от серединки, вот опять-таки, легенькими такими движениями, царапающими. Вот так вот, легонечко-легонечко. Можно взять, в принципе, если не получается синтетикой, да, такие вот полосатенькие мазочки наносить, возьмите щетинку. Ей будет поудобнее. Но набирайте немножко краски, чтобы вот именно царапки от самих щетинок оставались. Так, вот здесь я вижу такие вот, как звездочка. Серединка расходится. Зелененький сундиго вот здесь тоже. Так, дальше. Вот таким темненьким. Где у нас? Вот здесь. То есть, вот эти звездочки, вот где лепесточки ваши, вот цветочка, да, соединяются, вот примерно там, вот эту, как бы, ну, я называю звездочку, да, но вы поняли. То есть, вот я их там и наношу, где у меня лепесточки расходятся. Вот где-то вот так вот я их и намечаю. Так, вот здесь. Вот тут лепесточки сходятся, вот здесь. То есть, вот так я их показываю. То есть, никогда не бойтесь, даже вот если вы видите, что работа какая-то, очень много деталек, да, в ней. Никогда не переживайте, беритесь, рисуйте. То есть, постепенно, всматриваясь в каждую деталь, можно все это спокойненько нарисовать. никуда, не спеша, не торопясь. Так, вот этот бутончик еще хочу сразу сделать поинтереснее. Вот беру розовенький немножко, сверху прям вот здесь прям белилок побольше. И вот так вот его на нет. зелень, вот эту я сделаю поярче, вот индиго, охра, желтенький, что-то такое вот. То есть, раз, такая закругленная коробочка у него, и вот так вот выведу. Поинтереснее, покрасивее. Так, а вот тут снизу прям даже вот такой вот цвет добавлю индиго с фиолетово-розовым хинокридоном. Дальше. Теперь поработаем с зеленью. Непосредственно сами стебли нарисуем. Так, я возьму окись хрома, охру. Вот прям вот здесь все это дело замешаю. Индиго. чуть-чуть белил. Там у нас зелень такая, она не совсем прям зеленая. Вот. И сейчас сделаем вот эти все стебелечки, где они у нас видны. Так, вот здесь у нас идет, да, мы намечали стебелек. Вот охрочки. То есть, меняем оттеночки. Вот сюда пойдет стебелек. И где-то вот здесь он выходит. И куда-то туда пошел. Опять-таки, видите, где-то охра больше на стебельке, где-то зеленый. сильно не вымешивала. И поэтому так получилось. Дальше. Вот здесь прям такой белесый-белесый стебелечек. Так, ну я его поведу вот сюда, наверное. Тут у меня бутончик большой. я его сделаю вот так. То есть, уже смотрю по своей работе, где у меня тут чего. Так, к низу он у меня потемнее. Вот здесь. То есть, с индиго. В зелененький индиго. Можно того же красненького в зелененький добавить. Тоже получится красивый цвет. Темный-зеленый. Ну, красный в смысле, розовый, который у нас. Дальше. Так, по этой стороне вот можно вот так чуть-чуть добавить теневую. зелень. Зелень делать не какую-то такую вот очень яркую, да. То есть, что-то более спокойненькое. Дальше. Вот здесь у нас стебелек. довольно-таки крупненький такой. А от него уже тут выходит более... Сейчас мы ему свет тень, покажем. Вот тут посветлее. и вот здесь у нас такой... Он туда идет прям светленький. Вот так. Так, следующий вот через желтенький, вот таким светлым. желтенький, зелененький, белилки. Какой-нибудь такой цвет. Вот вот здесь у нас так вот от основного этого цветочка вот он пойдет сюда, сюда, сюда. и где-то вот там вот он такой вот кривенький, косенький. Где-то там выйдет. Книзу он потемнее. Ну, также можно теневую. на одну сторону добавить. Вот. Вот такие стебельки. И теперь на них очень-очень много. вот возьмем красный с сокищью хрома. Сюда же желтенького лимонки. И очень много вот таких бутончиков. бутончиков. То есть, вот таких как бы в два мазочка, как вам показать, вот один мазочек, да, сделали. И где-то вот рядом, чтобы острый кончик получился вот так второй. Вот что-то типа такого. Не обязательно там их делать все одинаковые, прям такие же, да. то есть, как бы их очень-очень много здесь вот этих бутончиков. И смотрите, тоже они какие-то в тени, какие-то на свету. Где-то он будет на нас смотреть, то есть, будет более такой какой-то плоский, да, то есть, что-то такое. Какой-то боком, то есть, мы его вот такой вот капелькой видим, то есть, вот так можно, то есть, какой-то вот, вот так пускай вот боком будет, то есть, ну, какую-то массу вот этих зеленых, не раскрывшихся бутончиков добавляем. Краску тоже, чтобы потом их сильно не вырисовывать, не прорисовывать, то есть, не заморачиваться, еще с ними. То есть, краску на палитре сильно не перемешивайте, чтобы она у вас уже изначально вот наносилась, да, разными оттенками, то есть, вот надавливайте, да, кисточкой, а там вроде бы и охра, и индиго, и как бы много всяких разных оттенков, и желтенькие. чтобы разнообразно было. Так, а вот к вот этому цветочку там у нас тоже зелень идет, вот так. Вот так можно показать. ну и пускай тут тоже где-то будут эти нераскрывшиеся бутончики. Их вот прям масса-масса, там вот много их. ну вот что-то такое, да, создали. Дальше это еще не все, они у нас везде, то есть и здесь вот тоже какой-то там виднеется. Они очень обильно цветут, эти цветочки, то есть их много всех этих бутончиков где-то здесь, где-то такие они уже более светлые, где-то более темные. Смотрим, да, добавляем. Так, здесь вот такой вот оп, как бы веточка, на ней этот бутончик, так, чуть-чуть индиго добавлю. Где-то тут пускай вот так боком какой-то. То есть разнообразно вот таким вот образом я заполняю бутончики. Где-то веточки, вот сбоку нарисовала где-то, да, можно провести веточку. дальше здесь, вот тут у нас на макушечке они у нас такие вот маленькие, эти бутончики, прям маленькие. И чем они у нас дальше, то есть ниже опускаются, тем они становятся такие уже более покрупнее. Вот какие-нибудь такие. сюда вот допустим веточка, от нее опять этот бутончик желтенького добавлю посветлее, где-то вот так вот на нас как бы смотрит, беленького. Этот пускай вбок смотрит. И тоже они не все кверху, они вот так вот один туда смотрит, другой сюда. То есть вот таким вот образом. Дальше вот здесь у нас внизу тоже они присутствуют такие вот уже более крупненькие. скажем так. Дальше ну и здесь тоже где-нибудь вот тут бутончик меняю оттенки зелени, чтобы они были разные, не все как под копирку одинаковые. книзу потемнее. Здесь вот так вот веточка выходит и на ней тоже вот эти бутончики. здесь вот 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 так теневую мы проложили зелень проложили сейчас мы прорисуем светлую часть наших цветов я наверно буду в один сеанс все-таки писать эту работу так как у меня на разбавители все хорошенько подсыхает и есть такая возможность проработать сейчас все возьму вот такую кисточку синтетика тоже закругленным краешком вот обратите внимание какой размер у неё по отношению к холсту то есть тоже смотрите по своим цветочкам сейчас вот здесь я добавлю единственное у меня здесь есть зелень от вот этого цветочка так тоже светлеть и умнее и сейчас я добавила себе вот краплачок чистый я окунаю кисточку в разбавитель беру белилки беру вот этот краплачок разбавитель поближе к себе возьму не наклоняться белилки розовенький делаю нежно-розовый цвет ну сейчас попробуем таким будет видно так и вот теперь лепесточки я от края буду тянуть к низу смотрите тянем мы резким движением то есть заканчивая мазок не ведем вот так вот да ведем ведем и закончили а вот поставили и резко видите получается такой оторваны как бы прожил очки так только наверное еще побольше белилок чтобы света было больше и вот начинаем прорабатывать давайте с вот этого дальнего начнем то есть поставили и вот по направлению резко оторвали дальше поставили оторвали вот то есть как он у нас идет и и смотрите если будет много на кисточке разбавителя тоже вот такая вот фактурка не получится то есть чуть-чуть посуши красочку то есть мы вначале берем красочки вернее разбавителя на кисточку побольше да когда первый слой наносим а потом его поменьше требуется вот дальше здесь у нас уже потемнее будет оттеночек мы его потом проработаем давайте пока посветлее вот эти вот нанесем дальше вот и этот вот цветочек раз где-то можно вот полностью кисточку где-то поворачивать слегка бочком да вот смотрите полностью раз получился мазочек где-то бочком об он уже потоньше получается то есть вот так тоже можно регулировать здесь вот я прям возьму прям белилки белилки здесь света побольше на лепесточки и и вот таким образом к серединке мы делаем какие вот бличочки очень легким таким движением так и и разбавитель чуть больше розового потемнее немножко вот этот вот вот здесь где они соприкасаются можно блекануть посветлее ну не забываем естественно про направление да так вот возьму потемнее внизу темнее дальше вот этот давайте сделаем тоже он у нас здесь не особо светлый но чередуйте тоже где-то темнее где-то светлее чтобы они были интереснее поживее вот здесь светлый цветок здесь я сделаю потемнее лепестки для того чтобы они у нас считались и чуть-чуть видите вот сейчас как раз таки я немножко выхожу за края вот эти вот для чего мы делали их изначально немножко меньше меньшего размера чем они у нас будут вот здесь прям светленький дальше вот и этот тоже у нас здесь он такой посветлее немножко вот здесь потемнее здесь потемнее вот этот отец здесь вот этот сверху вот так вот таким образом дальше вот этот с теневой стороны теперь вот этот прорисуем таким образом остатками краски можно те дальние где-то так вот какие-то намеки дать что там вот они немножко какие-то лепесточки цветочки также темней светлей здесь так как кажется у меня получилось можно тоже где-то дать светлей темней вот чем и хорошо в принципе такая вот кисточка до под лепесток то есть в одно движение получается у нас лепесточек вот этот вот интересный цветочек до который у нас закрыт какие-то лепесточки у него вот так то есть что он собой представляет смотрите вот если я возьму рука до моя вот цветок который смотрит на нас раскрытый то есть мы рисуем вот так да как пальчики от края пальчика если он закрывается то есть мы уже рисуем вот так лепесточки да то есть он закрылся и вот то же самое мы сейчас сделаем с этим цветочком то есть мы от серединке вот так коротенькими движениями покажем немножко покажем что он у нас завернулись они вовнутрь лепесточки да как бы наоборот темным тут вот где-то можно край создать вот этот тоже цветочек так окунаем в разбавитель розовенький и вот тоже какой-то такой создаем цветочек то есть если я надавливаю у меня получается мазочек до лепесток более широкий кисточка придавливается к холсту и получается более широкий то есть если я не сильно давлю у меня получается более такой скажем так тоненький лепесток вот здесь бутончик так проработала чуть-чуть так все вроде бы да сделали вот есть теперь смотрите теперь мы сделаем с вами серединке для этого я наверное возьму какую-нибудь кисточку щетинку вот вот такую щетинку возьму она небольшая и вот сейчас так сейчас себе добавлю белила куда-нибудь вот сюда и смешав охру с белилками вот таким оттеночком даже можно сюда и зеленцы вот мы будем делать с вами серединке то есть вот тут серединка смотря они пестики вот эти их они вообще длинненькие но то есть если они смотрят на нас опять-таки палец вот смотрим бокам и мы его видим длинные да если поворачиваем на себя то есть мы видим только вот краешек также и здесь мы намечаем вот так вот эти серединке вот если не видно можно больше охра добавить то есть чтобы она такая сначала потемнее было и здесь я уже смотрю вот здесь она уже более такая так чуть-чуть индиго добавлю чтобы было видно вот так вот намакивая внизу потемнее затемнение у нее индиго охру зелененький что-то такое дальше вот здесь тоже я так здесь посветлее видите надо то есть здесь в темноте и чуть-чуть светлее добавляю дальше вот здесь у нас тоже вот это серединочка вот мы вот так показываем дальше вот здесь тоже немножко такая под вытянутая вот здесь даже можно потемнеет чуть-чуть очень уж она светлая получилось здесь в эту сторону где у нас вот здесь еще до здесь она тоже такая темненькая в тени и вот здесь тоже ухра белилки вот тут экспериментирую смотрю чтобы мне главное было видно и теперь я возьму лимонку с белилками прямо яркий такой чистые сделайте оттеночек где-нибудь в сторонке чтобы он не был смешан там ни с какой охране с индиго такой вот сочный был и самый светлый вот постой ненько так вот как бы оставляем вот эти вот такие вот отметинки как бы саму пушистость вот этих вот тычиночек здесь дальше вот здесь по верху не полностью перекрываем здесь у нас будет более темные вот здесь немножко дальше здесь у нас уже более темные то есть уже с примесью вот так здесь поярче здесь тоже по верху вот так смажу немножко и вот здесь тоже у нас ярче ну естественно чистым белым можно вот здесь на самом главном цветочки с одного края прям вот высветлить на вот этом кстати тоже очень такие освещенные эти тычиночки вот можно немножко добавить беленького и вот на этом немножечко они у них такие вот вытянутые как бы основания в серединке более тонкая как капелька до перевернута вот что-то типа такого не прям такие но вот что-то наподобие так желтоватого оттенка хочу вот сюда еще чуть-чуть серединку добавить и вот сейчас я смотрю мне прям вот хочется это в принципе и на фотографии так то что зелень она такая вот стволики прям светлые я вот добавлю кое-где таких вот прям сделаю их посветлее вот здесь вот так вот лепесток вот что веду ну это в принципе уже как бы такие уже детали уточнения то есть где то вот можно щетинкой посоздавать больше вот этих бутончиков этих посветлее какие-то поделать блики им покидать хотя не хотела их в принципе там прорисовывать да хотелось за один раз но все равно вот прям смотрю сейчас и просится какие-то по уточнять в принципе они у нас как бы не главные герои да у нас цветы должны быть в приоритете но это как бы часть этих цветов поэтому что нибудь такое сейчас вот так немножко светлым розовым вот здесь хочу лепесточки сделать светлее вот так поинтереснее да где то какие то выделить ярче конечно же это можно сделать и по просохшему кому будет так проще можно сделать так ну вот в принципе друзья и все вот такие мальвочки у нас получились такая яркая работка вышла так вот здесь вот закроем вот таким образом ну а сейчас мы посмотрим поближе на этом я с вами прощаюсь пишите комментарии как вам такие цветы растут ли у вас такие вот все ставьте лайки пишите комментарии это конечно не обязательное условие но желательно что-нибудь писать принимать участие в развитии канала да этим вы помогаете каналу развиваться своими комментариями своими лайками репостами то есть не ленитесь поставьте пальчик вверх то есть вам это много времени не займет а для канала это будет хорошо также приветствуются и комментарии если вам лень писать поставьте какой нибудь там пальчик вверх в комментарии это тоже будет хорошо ну все я на этом с вами прощаюсь друзья смотрим поближе ну а пока до скорой встречи пока 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 ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok